люди которые еще не заболели и не вакцинировались поверьте они обязательно заболеют сейчас задам вопрос который антипрививочники конечно же хотят услышать слушать надо специалистов которые работали с коронавирусной инфекцией которые видели смерть которые видели тяжелые формы вирус пытается ускользнуть от иммунитета поэтому он стал более агрессивный он стал более заразен и он уже не щадит и людей молодого возраста в том числе и детей у нас увеличилось количество пациентов в интервале возраста от 30 до 45 лет и эти пациенты переносят далеко не легкую форму течение коронавирусной инфекции нас из пациенты которые поражение легкие имеет 80 процентов поражения легких 75 это молодые пациенты которые не обременены факторами риска такими как хронические заболевания либо сахарный диабет либо избыток веса которые являются основными факторами риска по-настоящему страшно то что это реально заразная болезнь что это реально тяжело болеть и и реально умереть нельзя отсидеться дома и выждать когда все закончится когда пандемия закончится мы живем в этом обществе и люди которые еще не заболели и не вакцинировались поверьте они обязательно заболеют сейчас создал вопрос который антипрививочники конечно же хотят услышать первый вопрос вакцины недостаточно проверено три года нужно пять лет и так далее и так далее то есть опять кто-то лоббирует кого-то обманывают слишком быстро изобрели вакцину чтобы вы им ответили во первых сразу хочу сказать что все вакцины в принципе одинаковы вакцина спутник эта вакцина далеко не быстро сформирована и на не на коленках и на подвале вакцина спутник была синтезирована на основе вакцины которую создали российские же ученые на основе вакцина против вируса эбола над которой работали 10 лет то есть ничего ничего нового они просто поменяли боеголовку что ли то есть сменили частичку вируса эбола на частичку вируса короны и все и сделали вакцину против соответственно она проверено она проверена а то что воз не признает ее я думаю что это политика хорошо пайзер вакцина пайзер и к ней же сразу наверное модерна они идут рядышком да это вакцины более современные механизм вакцины отличается от механизма действия вакцины спутник дело в том что что пайзер сделал они боеголовкой зарядили вектор который вносит в организм вирус либо бахнули по спутник не кусочек не кусочек вот этого спайк белка до с белка а матрицу на которой этот спайк белок будет синтезироваться в клетке это хорошего цена это хорошая вакцина по джонсону скажу она создана по принципу спутника но однократно это как облегченная форма спутник я привел соседа форма пока довольна все хорошо так что вы ничего не сказали у меня пока все нормально лидия прививалась астрозенекой вакцина по которой информационно били со всех сторон что скажете об этой вакцине я тоже прививалась астрозенекой сразу как эта вакцина поступила к нам в республику астрозенека работает по принципу спутника а наговоры либо же информация которая прошла по астрозенека в плане тромбообразования и осложнений связано с тромбообразованием посмотрите кто источник мы по создатели вакцины другой еще распространенные вопросы вакцина и беременная риск развития осложнений коронавирусной инфекции у беременных женщин и женщин родильниц очень велик на каких этапах беременности сама коронавирусная инфекция может вызвать осложнение беременности да чем это может закончиться я думаю что мы придем к тому что мы будем вакцинировать беременных женщин и тех которые готовятся стать мамами и папами говорят что вакцина на репродуктивную функцию в вакцину не влияет на репродуктивную функцию а как это можно вот логически аналитически объяснить вирус не в яйцеклетку не сперматозоид не попадает вирус у нас размножаются в эпители в клетках эпителия которые выстилают дыхательные пути и слизистые желудочно-кишечного тракта мы заложники вот ситуации когда вокруг в нашем открытом мире так много вот всей этой информации дезинформации различных источников и так далее все равно же достаточно легко на мой взгляд отделять зерна от плевел сделать этот выбор это не сложно наверное для того чтобы разобраться достаточно там получаса или часа почитать какую-то нормальную объективную человеческую в конце концов информацию взвесить все за и против но почему несмотря на все это именно сейчас именно с этими прививками так много людей ну я не знаю да мы грели 30 процентов может быть на самом деле больше у нас по-прежнему вакцинации охвачена если я не ошибаюсь 17 18 процентов населения ну да конечно у нас есть миграция у нас есть дети которых не вакцинируют но все равно этот процент не тот о котором мы все мечтаем когда хотим завершения пандемии и безопасности что мы делаем не так нельзя верить всему и вся что есть в интернете у нас же люди берут информацию самого достоверного источника интернета и когда пожалуйста комментарий известного вирусолога или известного специалиста в лечении а когда гуглишь этого специалиста касс он вообще далек не просто здравоохранения или даже ладно он какой-то мере работы здравоохранение но он далек от вакцинации далек от инфекции слушать надо специалистов которые работали с коронавирусной инфекцией которые видели смерть которые видели тяжелые формы которые теряли молодых пациентов да что молодых пожилых тоже их тоже страшно терять а ведь процент смертности у нас высокий мы не боги врачи не боги я считаю что вакцинация поможет нам людям сохранить жизнь да они вы перенесете возможно коронавирусную инфекцию но без последствий без тяжелых форм и нам будет легче лечить у нас будет шанс вылечить и оздоровить большее количество людей